Здравствуйте! Меня зовут Алиса Корт и я рада приветствовать вас в гостях у Алисы. В 2013 году наш проект пополнился новыми героинями. Каждая из них имела вопрос личностного характера, который я хотела решить с помощью специалистов проекта. Кто-то относится к этому очень серьезно, кто-то как к игре, кто-то как к приключению. Результаты у всех разные. И в цикле телепрограмм «Чудесная я» вы увидите, как с помощью специалистов проекта в гостях у Алисы менялись наши участницы и их жизнь. Еще больше инструментов, еще больше универсальных рецептов счастья для каждой из вас. Наталья Фелькер. Заботливая жена и мама. От большинства девушек, которые сидят дома с ребенком, ее отличает огромное стремление изменить свою жизнь. В наш проект она пришла для того, чтобы специалисты помогли измениться внешне и внутренне. Ей хочется создать доходный семейный бизнес на основе собственной бизнес-идеи. Желание Натальи сбросить лишние килограммы, понятно многим женщинам. Но если кому-то достаточно месяц походить в тренажерный зал, то Наталье выписана комплексная программа. Смена режима и качества питания, кардиотренировки, фитбол и танцы, аппаратные техники коррекции веса – все это необходимо пройти Наталье, чтобы получить результат. Готовность к переменам И этот перечень ее достоинств можно продолжать. Вот только грустно, что она сама не ценит себя настолько, насколько ее окружающие. Основной темой нашей работы была ее неуверенность в себе, заниженная самооценка и неприятие себя. Изменение отношения к себе у Натальи происходило постепенно, благодаря осознанию своей привычной модели поведения, заложенной в детстве, когда она выполняла роль старшей сестры и главной помощницы мамы. Эту модель можно обозначить так – все для других. В нашей работе Наталья училась замечать свои внутренние импульсы, распознавать их и следовать за ними. Так Наталья стала вслух говорить о том, что чувствует и чего хочет. Мне было приятно наблюдать, как от консультации к консультации Наталья становилась раскрепощенной и свободной в проявлении себя. С раннего детства я брала на себя ответственность за других людей. В дальнейшем потребностям других людей я стала уделять внимание гораздо больше, чем своим собственным. С Ириной очень легко общаться, это располагает. Мне казалось, что она понимает меня с полуслова и совершенно верно расставляет акценты. В результате нашей работы мне стало легче общаться с окружающими, не с позиции опекуна, а на равных. Красота – это в первую очередь здоровье. В здоровом теле – здоровый дух. Здоровый дух порождает спокойную уверенность в себе и своих силах. А уверенность – ключ к успеху в любом начинании. Вырабатываем спортивный характер. Строим качественно новое тело. Наталья – замечательная девушка с легким характером, но немного замкнута. После рождения ребенка она потеряла былую форму. Придя на проект, она задалась целью сбросить вес и обрести уверенность в себе, а также расширить круг общения. Для Наташи мы выбрали активные и регулярные занятия фитнеса, чтобы сбросить вес и укрепить мышцы. Также мы включили занятия по стрепластике, чтобы Наташа чувствовала себя раскованней. Видно, что Наталья занимается с большим желанием, и у нее есть уже неплохие результаты. Улучшилось самочувствие, начал снижаться вес, появился тонус в мышцах. Она снова начала чувствовать вкус к жизни. Мы будем продолжать работу в этом направлении и обязательно добьемся цели. Я давно ощущала необходимые занятия спортом, целью понижения веса и улучшения общего тонуса организма. Яна помогла мне подобрать тренировки и определить оптимальный график занятий. Результаты не заставили себя ждать. Вскоре я почувствовала себя гораздо лучше. Я с успехом двигаюсь к достижению своей цели. Команда специалистов рубрики «В стране чудес» в полном составе придумывает новый образ нашей героини. Важна каждая мелочь. Начиная с рекомендаций психолога, каждый высказывает свое мнение, и в итоге начинается масштабная работа, результат которой будет оценивать наша участница и ее близкие. Новый образ поможет Наталье почувствовать самоуважение и то, что оно может привлекать внимание других людей. И я надеюсь, это добавит ей решительности в выполнении своих задач. Наталья хочет осваивать новые знания, пробовать себя в роли предпринимательницы. Каждый специалист рубрики «В стране чудес» постарался, чтобы ее образ совпал с внутренним настроем. Специалистам хочется проявить себя творчески и создать нечто необычное. Но каждый из них понимает, все должно сочетаться с выбранным образом и усиливать его в лучшую сторону. У нашей участницы натуральный тонкий волос. Ему необходим объем. Мы будем создавать его за счет сложной техники окрашивания. Корни мы окрасим в темный цвет, а концы в светлый. Мы решили сделать современную короткую форму стрижки, с которой наша участница легко справится в поседневной жизни. Павел любит самые смелые эксперименты с волосами. Он сторонник кардинальных перемен. Именно ему приходит в голову сделать из невзрачной блондинки яркую брюнетку. Отстричь косу и предложить взамен короткую стрижку. Форма, исполнение, сочетание стрижки с новым цветом волос сделали из обыкновенной женщины стильную, уверенную в себе штучку. Основные характеристики природного колорита натальи – теплый и приглушенный. Именно поэтому в макияже глаз я буду использовать натуральные оттенки и мягкие плавные линии, чтобы подчеркнуть красоту глаз натальи. Румяна мы заменим матовым бронзером. Он придаст лицу отдохнувший загорелый вид и скорректирует овал лица. Основными зонами затемнения являются боковые поверхности лба, пространство под скулами и контур лица. Закончить макияж нам помогут пара правильно расставленных бликов и нежный оттенок помады. Наталья в этом образе смотрится решительной и успешной. А это как раз то, чего и так не хватало. Специалисты рубрики «В стране чудес» рады, что преображение понравилось участнице. Воспоминания об этом дне она сохранит с помощью фотосессии. Иван Озеров запечатлел это сказочное преображение из домашней женщины в уверенную стильную бизнес-вумен. В рамках проекта со мной происходит много интересного. Я уже изменилась внутренне. Ко многим вещам стала относиться по-другому. Чувствуя и думая по-другому, я и выглядеть хочу по-другому. Хочу снять надоевшие джинсы и толстовки. Обычно я не частый гость в парикмахерской. В юности я экспериментировала с оттенками. Была и блондинка, и рыжий. О Павле и Ларисе я слышала только положительные отзывы. Доверилась им полностью и была готова к переменам. В умелых руках тени, румяна и помада творят чудеса. Лика владеет умением преображать в совершенстве. Слаженная работа высококвалифицированных специалистов – это настоящее волшебство. И оно со мной случилось. Новый образ, как пазл, сложился в единую замечательную картинку. Я выгляжу прекрасно. Смена образов. Их проживание позволяет находить в себе те неведомые грани, что прекрасно сказываются на личностном росте. Фотосессия с Иваном Озеровым – настоящий фейерверк эмоций и необычного опыта. Разбавить семейные будни, вспомнить, что не обязательно быть серьезной и правильной, попробовать найти в себе аристократические способности, Наталье было предложено на постановочной фотосессии с Иваном Озеровым, который решил попробовать ее в образе самой известной египетской царицы. Но Наталье в задачу ставилось отыграть себя как богиню плодородия. Наташа – девушка с пышными формами. Поэтому ее образ – это образ плодородия, образ земли. К тому же она очень хозяйственная, заботливая женщина. Мы хотели, чтобы во время нашей съемки она была красивой, но при этом сохранила свои сильные стороны. К тому же Наташа очень пластичная, ей было несложно сделать все, что мы от нее хотели. Чудеса – это не всегда нечто заоблачное. Большинство из них происходит прямо у нас на глазах. Вы свидетели, как меняется жизнь человека после того, как он принял на себя ответственность за происходящее. Если получилось хотя бы у одного, значит, у других получится тоже. Верьте в себя. Всего вам светлого. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова